Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Новый выпуск программы мы решили посвятить теме «Прокурор в уголовном процессе». Какими полномочиями обладает прокурор на разных стадиях этого процесса? Как обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов? И есть ли в этом смысл? Что может предпринять обвинитель, несогласный с вынесенным приговором? И мой собеседник сегодня – заместитель прокурора Красногринского района города Самары Роман Сухаруков. Здравствуйте, Роман Викторович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какими полномочиями обладает прокурор в уголовном процессе? Если говорить в общем, прокурор является ключевой фигурой в уголовном процессе, одной из ключевых фигур. Он осуществляет свои полномочия в рамках всего процесса, от самого его начала до завершения вступления приговора суда в законную силу. Так прокурор вступает в уголовный процесс с момента получения сведений о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении и до вынесения законного и обоснованного процессуального решения по итогам рассмотрения судом всех материалов уголовного дела. Прокурор является участником уголовного производства страны обвинения. В связи с этим обладает соответствующими полномочиями по поддержанию государственного обвинения, представлению суду доказательств, их оценки и, в последующем, соответственно, проверке принятого судом окончательного процессуального решения. На сегодняшний день невозможно представить уголовный процесс без участия процессуальной фигуры прокурора. Ну, как я поняла, в зависимости от стадии процесса полномочия прокурора различаются. Расскажите о существующих стадиях. Да, но каждую стадию в отдельности смысла разбирать никакого нету, поскольку их 9 стадий. Это, если говорить с академической точки зрения, целый курс уголовного процессуального права. В этой связи есть такая необходимость в разделении на два основных вида производств. Это досудебное производство и судебное производство. Соответственно, каждое это производство имеет свои стадии, и в каждой из этих стадий у прокурора имеются свои уникальные и четко регламентированные уголовным процессуальным кодексом полномочия. Ну вот давайте разберемся для начала досудебная стадия уголовного производства. Что это такое? Стадия досудебного производства включает в себя две основные стадии. Это стадия возбуждения уголовного дела и стадия расследования уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела состоит в проверке сообщения о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении. На этой стадии прокурор имеет довольно большой ряд полномочий. В первую очередь он и сам вправе в порядке статьи 37 направлять соответствующие сообщения о преступлениях в правоохранительный орган для их проверки. Кроме того, он также обладает полномочиями по проверке принятых процессуальных решений и обладает полномочиями по отмене незаконных и необоснованных процессуальных решений органов предварительного следствия и дознания. В стадии расследования уголовного дела полномочия прокурора намного шире. Здесь прокурор вправе отменить незаконное постановление о возбуждении уголовного дела, признать доказательства недопустимыми, отменить необоснованные и незаконные постановления следователя любого характера, а также основным полномочием в ходе расследования и по его окончании является полномочия по утверждению обвинительных постановлений, обвинительных актов и заключений. Здесь, соответственно, прокурор в полном объеме изучает все имеющиеся материалы уголовного дела, предметы их законности и обоснованности, а также принимает в последующем решение либо о возврате материалов уголовного дела на дополнительное расследование, либо о направлении уголовного дела в суд для его рассмотрения по существу. А чьи интересы призван защищать прокурор? Прокурор, в первую очередь, защищает интересы государства. Он, как участник уголовного судопроизводства, осуществляет надзор, и, соответственно, эти полномочия закреплены как Конституцией, так и уголовно-процессуальным кодексом и, соответственно, ведомственными нормативно-правовыми актами. Но при этом прокурор является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, так же, как и потерпевший. Потерпевший, соответственно, также является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения. В этой связи, соответственно, мнение потерпевшего по тем или иным процессуальным моментам также учитывается прокурором при вынесении соответствующих решений. Ни для кого не секрет, что уголовное судопроизводство основной своей целью является защита и восстановление нарушенных прав граждан. В этой связи, соответственно, прокурор, как непосредственно тот участник, который обладает всей полнотой и полномочий, реализует государственную позицию по недопущению нарушений прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшего. А что может стать поводом для проведения процессуальной проверки? Поводом для проведения процессуальной проверки может служить любое сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Как правило, такими поводами являются заявления о преступлении от потерпевших граждан, аэропорта должностных лиц правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления, это материалы налоговых органов о совершении налогового преступления, также это может быть постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования, и, соответственно, также это материалы страховых организаций о совершении мошенничества в сфере страхования. А имеют ли право сотрудники полиции отказать гражданину в принятии заявления, в том числе и в устной форме? Здесь на усмотрение руководства правоохранительного органа, если имеются хоть какие-нибудь признаки преступления, то, как правило, проверка проводится в рамках уголовного процессуального кодекса. Если таковых признаков нет, то, как правило, рассматривается в рамках федерального закона или также кодекс об административных правонарушениях, если имеются признаки административного правонарушения. А скажите, на стадии принятия решения о наличии оснований для возбуждения уголовного дела, какие наблюдаются нарушения прав граждан? — Как правило, большинство граждан не согласны с принятыми по итогам такой проверки решениями. То есть, как правило, в данной стадии те лица, по заявлениям которых вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не согласны с этими решениями и обжалуют их, как правило, как раз в прокуратуру или в судебном порядке. — То есть вы, наверное, опираетесь на вашу статистику Красноглинского района? На какие-то сведения? — Да, у нас, да не только на статистику прокуратуры Красноглинского района, это и статистика прокуратуры города Самары, Самарской области, да и в целом Генеральной прокуратуры. Основной вопрос, который интересует граждан, это несогласие с принятыми решениями. Реже бывают случаи, когда граждане сообщают нам, что не получили письменный текст документа по результатам проверки. И также еще реже бывают факты, когда не согласны с результатом осмотрения ходатайств. — То есть вот несвоевремя с направлением процессуальных решений гражданам, да? Это тоже одно из частых... — Это вторая поозначимость. — Да. А насколько серьезно это нарушение? Какими могут быть его последствия? — Это нарушение, как и любое, в принципе, нарушение уголовно-процессуального кодекса является существенным. Здесь, соответственно, сами граждане не получают тех сведений, которые необходимы для обжалования принятых решений. Несмотря на то, что сроки обжалования уголовно-процессуальным кодексом не установлены, вместе с тем это затягивает процесс уголовный, и тем самым нарушаются права граждан. В этих случаях, соответственно, органы прокуратуры принимают срочные меры прокурорского реагирования и понуждают сотрудников правоохранительных органов для уведомления заявителей о принятых решениях, для того, чтобы в последующем у лица была возможность обжаловать принятые решения. — А в какой форме, в какие сроки должно процессуальное решение прийти? — Если мы говорим о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, то здесь у нас уголовно-процессуальным кодексом предусмотрен срок. Это в течение суток с момента его вынесения. Относительно уведомления, то, как правило, уведомление направляется почтовым отправлением, либо простым почтовым отправлением, либо заказной почтой. — А если принято к работе заявление, то в какие сроки? — Заявление принято к работе. Соответственно, если заявитель сам обратился в правоохранительный орган, ему выдается талон уведомления, непосредственно сразу после принятия этого заявления он выдается. И, как правило, сроки у нас проведения проверки занимают 3, 10 или 30 суток, в зависимости от сложности. Соответственно, по результатам 3, 10 или 30 суток, в течение суток заявитель должен быть уведомен правоохранительным органом. — А вот установленные сроки, в течение которых правоохранительные органы должны расследовать уголовное дело? — Да, такие сроки тоже установлены. В общем-то, уголовно-процессуальное законодательство у нас довольно жестко регламентировано по срокам. Если мы говорим в зависимости от вида расследования, основные два вида расследования — это дознание и предварительное следствие. Срок дознания составляет 30 суток с момента возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен, и максимальный срок дознания составляет 6 месяцев. Что касается срока предварительного следствия, то предварительный срок составляет 2 месяца. Этот срок также может быть продлен и до 6 месяцев, и до года, и до полутора лет. В зависимости от сложности уголовного дела и необходимости производства тех или иных следственных и процессуальных действий. — Я слышала о существовании принципа разумности сроков уголовного судопроизводства. Вот об этом расскажите немного. — Да, совершенно верно. Такой принцип действительно есть. Он закреплен в статье 6.1 Уголовного процессуального кодекса. И как таковым каких-то определенных сроков он в себе не носит. Но при этом у нас вся суть этого принципа состоит в том, что все следственные и процессуальные действия должны быть произведены в те сроки, в которые они действительно могут быть произведены. То есть не допускается затягивание сроков с назначения судебных экспертиз, проведение следственных действий с участием потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства. К сожалению, на практике довольно часто этот принцип нарушает сотрудниками правоохранительных органов как в силу объективных причин, то есть в связи с большой нагрузкой на каждого сотрудника, так и в силу субъективных причин. Это, соответственно, нежелание или невозможность выполнить те действия, которые от него требуются. И в связи с этим также такие лица, которые по субъективным причинам не могут выполнить действия, они, как правило, несут соответствующую ответственность. А вот если участники уголовного судопроизводства считают, что принцип разумности нарушен, какие действия они могут предпринять? Здесь есть два основных пути. Если мы говорим о стадии дознания, производстве уголовного дела в форме дознания, то здесь все действия дознавателя обжалуются непосредственно прокурору или в суд. Если мы говорим о расследовании уголовного дела в форме предъявительного следствия, то здесь в данном случае есть возможность обжаловать действия следователя как непосредственному руководителю, то есть начальнику следственного органа, так и прокурору, надирающему за ходом и результатами расследования уголовного дела, так и в суд в порядке ст. 125 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Вы сказали, что можно обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов. В этом есть смысл вообще? Конечно, смысл обжалования есть. Если говорить в общем, да, и для понимания статистики, например, как в прокуратуре Красноглинского района, так и в прокуратуре Самарской области, средний показатель удовлетворенных жалоб в порядке ст. 124 Уголовного процессуального кодекса составляет порядка 30%. То есть почти каждая третья жалоба является обоснованной в этой связи. Прокурор, соответственно, не только удовлетворяет жалобу, но и принимает срочные меры для восстановления нарушенных прав. Это, как правило, осуществляется путем принятия мер реагирования, которые направлены на, соответственно, восстановление прав и, соответственно, как можно скорейшего завершения расследования и принятия по нему законного и обоснованного решения. То есть и в ходе рассмотрения судом жалобы прокурор принимает самое активное участие? Да, и при рассмотрении жалоб порядка ст. 125 Уголовного процессуального кодекса прокурор также принимает свое участие. Что касается, соответственно, стадии обжалования действий сотрудников правоохранительного кодекса в судебном порядке, то здесь статистика немного другая. Здесь, как правило, 95% жалоб подлежат отказу удовлетворению. Связано это в первую очередь с тем, что судом рассматриваются, как правило, правовые положения, то есть возможность сотруднику правоохранительного органа в соответствии с его должностными обязанностями выполнить те или иные действия. И, как правило, соответственно, суд не находит оснований для удовлетворения жалоб, в отличие от прокуратуры. В этой связи, соответственно, целесообразнее, на мой взгляд, обращаться в органы прокуратуры, поскольку в полном объеме рассматриваются все доводы и не только входящие, так скажем, в непосредственные должностные полномочия сотрудников правоохранительных органов, но и в общем все материалы, которые были собраны как по материалам проверок, так и по уголовным делам. В 2024 году в Красноглинском районе такие жалобы были? Да, у нас, конечно, безусловно, жалобы поступают на постоянной основе, ну каждый день такие жалобы поступают. Порядка 300 жалоб на сегодняшний день в порядке ст. 124 поступили в прокуратуру Красноглинского района, и вот, говорю, порядка 30% из них было удовлетворено. Что касается судебных жалоб, то такие жалобы, конечно, также поступают. Их число значительно меньше, составляет порядка 50 за истекший период текущего года. И, соответственно, по ним у нас на территории стопроцентный показатель отказов удовлетворения со стороны суда. А скажите, должен ли прокурор заботиться о том, чтобы следователь в ходе предварительного следствия отыскивал и приобщал к уголовному делу доказательства не только изобличающие, но и свидетельствующие в пользу обвиняемого? Здесь у нас, соответственно, полномочия прокурора в этой сфере у нас ограничены его процессуальным положением. Прокурор, как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, соответственно, в первую очередь должен следить за тем, чтобы права не только потерпевших были не нарушены, но и права подозреваемых. Несмотря на то, что прокурор является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, он как бы нацелен на то, чтобы получить доказательства, изобличающие лицо в совершении преступления, он также и осуществляет надзорные полномочия, то есть он проверяет все материалы уголовного дела относительно их правильности оформления, сроков их оформления. То есть здесь также учитываются права и обязанности всех участников уголовного судопроизводства. Если прокурор, допустим, при проверке материалов уголовного дела видит, что то или иное следственное или процессуальное действие составлено с нарушением требований уголовного процессуального кодекса, он также принимает меры к тому, чтобы такой, соответственно, документ не имел юридической силы и, соответственно, не был включен в состав доказательственной базы. Поскольку это нарушает права и в том числе и тех лиц, в отношении которых ведется производство, да и в принципе не отвечает требованиям уголовного процессуального кодекса. Скажите, а каков порядок исследования доказательств по уголовному делу в судебном процессе? Да, здесь мы уже переходим к стадии непосредственно судебного разбирательства. Как я ранее говорил, здесь прокурор уже выступает в качестве государственного обвинителя. То есть участником также уголовного производства стороны обвинения является и осуществляет непосредственно уголовное преследование. Соответственно, если говорить о порядке исследований доказательств, то, как правило, у нас здесь устанавливается порядок именно начинается с стороны обвинения, поскольку сторона на обязанность по доказыванию виновности лица возложена на сторону обвинения. Здесь государственный обвинитель, соответственно, самостоятельно определяет порядок исследований доказательств. Он может быть абсолютно разным по своему содержанию, но вместе с тем его целью является одно. То есть здесь уже прокурор при изучении материалов уголовного дела, так скажем, убедился в том, что лицо виновно, и доказательства его виновности достаточно для суда. И, соответственно, эту позицию он и придерживает в суде. Соответственно, отстаивает те доказательства, которые имеются в материалах уголовного дела, представляет их в суду и ориентирует суд на вынесение законного и обоснованного процессуального решения. А случается, когда прокурор считает, что обвиняемый невиновен? Такие случаи на практике существуют, но они крайне редки. Как правило, это происходит в связи с тем, что на стадии предварительного следствия не было тех или иных доказательств, которые свидетельствовали бы о невиновности лица в совершенном им преступлении. Или те доказательства, которые были представлены, они были получены с нарушением требований уголовного процессуального кодекса. Однако проверить их в рамках полномочий прокурора не представилось возможным. Но это такие случаи на грани погрешности, и статистику точно я не могу привести, но они составляют менее 1% от всей массы рассмотренных и рассматриваемых уголовных дел в суде. На какой стадии прокурор высказывает предложение о наказании? Ключевой стадией уголовного процесса является стадия судебных приемий. Здесь, соответственно, эта стадия состоит в высказываниях государственного обвинителя и защитника относительно виновности и доказанности тех действий, которые меняются виновному лицу, или, как в этой стадии, он именуется подсудимый. Здесь, соответственно, прокурор перечисляет те доказательства, которые он считает, что являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности лица в инкриминированном ему деянии, приводит их, соответственно, в четкую иерархию, да, относительно их силы. То есть это прямые доказательства или косвенные доказательства, их совокупность между собой. Каждое доказательство подлежит оценке, соответственно, как прокурорам, так и судам. В последующем, соответственно, прокурор также дает свое, так скажем, предложение относительно вида и размера наказания, условий его отбывания, а также о наличии отягчающих, смягчающих наказаний, характеристик личности виновного лица и иных данных, которые необходимы для внесения законного обоснованного решения по уголовному делу. Если прокурор не согласен с вынесенным судом приговором, какие меры он принимает, может принять? Прокурор, как и любой, в принципе, другой участник уголовного процесса, вправе обжаловать незаконные действия суда или незаконные окончательные решения по уголовному делу. В этой связи, соответственно, после получения приговора по уголовному делу прокурор его внимательно изучает, она смотрит, соответственно, все ли положения уголовного процессуального законодательства соблюдены судьей, все ли, соответственно, смягчающие и отягчающие обстоятельства судом перечислены, все ли доказательства перечислены, обоснованы ли они перечислены, и, самое главное, соответственно, правильно ли применена норма уголовного процессуального кодекса о наказании. По результатам изучения прокурор вправе внести, соответственно, операционное представление в суд высшестоящей инстанции. В этом операционном представлении прокурор излагает те обстоятельства, которые он считает основанием для пересмотра, не вступившего в законную силу приговора суда, и, соответственно, настаивает на том, чтобы суд апелляционной инстанции эти нарушения устранил. А часто такое бывает, когда прокурор не согласен? Прокурор, соответственно, относительно того, что часто или не часто, это зависит от конкретного приговора. В этой связи статистику приводить смысла абсолютно никакого нет. Но относительно того, когда прокурор уже обжалует принятое решение, то в 90% случаев суды высшестоящих инстанций отменяют решение, соответственно, изначальных приговоров. Можете сегодня привести какие-то интересные случаи из практики, когда преступник понес справедливое, по мнению прокурора, в том числе, наказание? Да, у нас такие случаи довольно частые. Ну вот, например, из последних, которые имелись буквально в этом месяце или в прошлом, это приговор, например, по статье 151.1 Уголовного кодекса. Это розничная реализация алкогольной продукции несовершеннолетнему. Здесь обстоятельства были следующими. В июне текущего года лицо, являясь продавцом коммерческого магазина, осуществило продажу слабоалкогольной продукции в виде пива, двух бутылок пива, несовершеннолетнему. При этом продавец уже ранее был привлечен к административной ответственности, однако должных выводов для себя не сделал и вновь, соответственно, осуществил отпуск алкогольной продукции, что уже подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренном статье 151.1. Суд, с учетом мнения участвующего в деле государственного обвинителя, пришел к выводу, что вина лица в полном объеме доказана, и, соответственно, по результатам его рассмотрения вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Указанное наказание по данной статье, полагаю, является обоснованным. В общем и целом, если говорить о такой категории дел, ранее такие преступления совершались намного чаще. В последние годы, наверное, благодаря работе и правоохранительных органов, органов прокуратуры, число таких преступлений полномерно снижается, что не может не радовать. Еще одной такой важной категории уголовных дел, за последнее время рассмотренных, являются уголовные дела, связанные с невыплатой заработной платы. То есть это преступления, предусмотренные статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, соответственно, здесь вообще интересный случай. Основанием для проведения проверки и возбуждения уголовного дела являлись как раз представленные прокурором сведения о совершенном преступлении. По результатам расследования, соответственно, дела было направлено в суд. Суд также разобрался во всех материалах уголовного дела. И исследовав, соответственно, личность виновного, суд пришел также к выводу о его виновности. Был вынесен обвинительный приговор. И виновному лицу было назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Но поскольку это лицо уже ранее было судимо, этот приговор был приобщен к ранее вынесенному. И окончательно назначили наказание в виде 7 лет, 3 месяцев лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима. Роман Викторович, я благодарю вас за подробные такие разъяснения. Время нашей программы подошло к концу. Хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Красноглинского района города Самары Роман Сухоруков. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова